Первая говорящая Чихуахуа Софи Привет, с вами снова говорящая Чихуахуа Софи Надеюсь вы посмотрели видео о том, как ухаживать за собакой летом В котором я обещала рассказать о тепловом ударе Вот о нем мы и поговорим Ну что ж, поехали Тепловой и солнечный удары Помните, что смерть в результате перегрева может наступить в самые считанные минуты Терморегуляция у собак, как я сказала, другая Это делает нас очень восприимчивыми к высоким температурам Потому что средняя температура тела у собаки, в отличие от человека, 38 градусов Охлаждение организма происходит за счет испарения воды С подушечек, слизистых оболочек и за счет усиления дыхания Тепловой удар – это общий перегрев организма с нарушением мозгового кровообращения Солнечный же удар происходит из-за длительного пребывания на открытом солнце Им подвержены собаки любого возраста, пола, породы и окраса Очень нужно оберегать щенков, пожилых собачек, собачек с лишней массой тела, беременных и болеющих Со слабым сердцем, нарушениями сердечно-сосудистой или дыхательной систем Собачки темного окраса менее подвержены, чем светлого Особенно чувствительны северные породы собак, такие как хаски и маламуты Имеют предрасположенность тепловому удару и породы, обладающие короткими мордами Шарпеи, моксы, бульдоги, боксеры Что же способствует тепловому удару? Солнечный удар Чрезмерные физические нагрузки Перегрев вследствие жаркого климата Или по неосторожности, например, вы оставили собаку в машине на солнце Признаки Повышенная сонливость Покраснение слизистых их глаз Выраженная слабость Отдышка и нарушение дыхания Дыхание частое, шумное, иногда слышатся хрипы Вялое поведение Или даже собака падает Могут быть рвота или понос Нарушенное сознание Или потеря сознания Непроизвольные судороги Температура тела повышается выше 39-40 градусов Слюна делается вязкой Зрачки расширены Резко ослабевает сердечная деятельность При тепловом ударе температура собаки в тяжелых случаях может превышать 40 градусов Все эти симптомы, конечно же, очень похожи на признаки других заболеваний Поэтому нужно очень внимательно следить за собакой и исходить из вашей логики Например, вы гуляли весной с собачкой очень долго, утром, и у нее появилась одышка То это вряд ли следствие теплового удара Абсолютно все специалисты считают, что длительное и сильное повышение температуры у собаки Негативно воздействует на все органы и системы животного В особенности на желудочно-кишечный тракт, легкие, почки и нервную систему Если вам все же не удалось вовремя обнаружить отклонение и оказать животному помощь То повышение температуры до отметки в 43 градуса может вызвать необратимые изменения в органах Проявление признаков осложнений начинается, как правило, с третьего или четвертого дня после перегрева Итак, первая помощь при тепловом и солнечном ударе При уверенности, что с вашей собачкой произошел именно тепловой удар Первая помощь должна быть оказана немедленно Первое. Собаку необходимо отнести в прохладное место и положить на ровную поверхность Второе. С собаке нужно все снять Третье. Приложить к голове, к затылочной части и к подушечкам лап смоченную холодной водой тряпочку И лучше обернуть все тело мокрой тканью Постоянно делать охлаждающие компрессы в область подмышек и паховую зону, то есть внутренняя часть бедер Но опасайтесь переохлаждения Если собачка ваша в сознании, обязательно напоите ее прохладной водой Если собака без сознания и у нее нарушилось дыхание, нужно попробовать возбудить ее дыхание Для этого разожмите челюсти и вставьте между зубов какой-нибудь твердый предмет Твердая косточка, кусок дерева Оберните язык, например, кусочком ткани и подтягивайте за кончик языка большим указательным пальцем Каждые 3 секунды, что соответствует нормальному ритму дыхания Если началось малейшее сопротивление языка, значит началось восстановление дыхания Вызовите ветеринарного врача или поедьте к нему самостоятельно Это обязательный помощь Постоянно контролируйте температуру тела собаки В среднем за полчаса температура должна падать на полградуса Снижать ее до отметки в 39 градусов нужно не быстрее, чем за час После этой отметки процедуры прекращаются Считается, что при тяжелом дыхании на высунутый язык собаки можно капнуть от 3 до 10 капель неразведенного корвалола в зависимости от возраста и веса собачки Провести клизмирование холодной водой Уколоть внутри мышцы сульфокамфокаин, который стимулирует сердечную мышцу Существуют более сложные ветеринарные способы лечения, различные лекарства для разных органов и симптомов Поэтому не тяните, сразу же бегите к врачу Ну а на дворе тем временем лето Улыбайтесь и отдыхайте Не забывайте делиться впечатлениями о том, как проходит ваше лето в комментариях И с вами была говорящая Чихуахуа Софи Подписывайтесь на мой канал, инстаграм, вступайте в мои группы вконтакте И будет вам счастье Пока-пока Эй, Ван О том, как предотвратить перегрев, смотрите видео, собака ли... Что это? Муха Муха это род насекомых семейства Ээээ... Блин Блин, да что такое? Что происходит? Блин, блин Да что это? Блин Эээ... Эй, Ван Эй, Ван, ну договори... Смотрите, видео, собака ли... Ле... Да что такое? Муха, посимистно распространенная, синантропная, комнатная муха Это комнатная... А, это не комнатная... А как еще бывает? Эээ... Блин Эй, Ван, ты договоришь? Смотрите, видео, собака ли... И... Смотрите, видео, собака ли... Идите, видео, собака ли...